Привет, меня зовут Андрей. Я сотрудник корпорации Fujifilm, региональный представитель. Езжу по очень большому количеству разных регионов и городов. В среднем у меня 4-5 командировок в месяц. И я проходил тренинг лингвистика два раза в 2015 и в 2016 годах. Ты помнишь свои цели на начало тренинга? Конечно, уже прошло достаточно много времени. Помнили я свои цели на начало тренинга. Прошло достаточно много времени и поэтому точно говорить о том, что вот там было 10 целей, какая-то достигнута, какая-то нет, уже сейчас сложно. Могу только сказать, что на тренинг я шел, потому что мне его разрекламировали как тренинг, который делает лучших в России продавцов. И я шел туда за тем, чтобы стать лучшим продавцом. И сейчас я понимаю, что эта цель, она была выполнена еще по ходу тренинга. Но, помимо этого, как выяснилось, было реализовано очень много целей и задач, которые я ставил уже на самом тренинге. И они касались не только там навыков продавать, но и в целом жизни, отношения к жизни, каких-то жизненных вообще приоритетов, я бы сказал, миссии. Сравни себя тогда и сейчас. Какая разница, в чем она заключается? Сравни себя тогда и сейчас. Думаю, когда я пришел на лингвистике, как мне говорили мои, можно сказать, однокурсники, я всех бесил. Я понимаю, что я был человеком, который жаждал общения со всеми и вся, но не знал, как это правильно делать. А сейчас, вот по прошествии уже, наверное, двух лет после тренинга, я понимаю, что я стал гораздо более сбалансированным и цельно достигать своих целей в общении. Общаться с людьми более коротко, более подробно, более правильно. Скорее, наверное, стал в целом более таким сжатым, более цельным человеком, натурой, характером. И стал проще гораздо добиваться того, что мне необходимо. Что было самое сложное во время тренинга? Самым сложным во время лингвистики было быть последовательным и выполнять все задания, которые давали тренеры в полном объеме. Потому что я проходил тренинг два раза именно поэтому. Потому что когда я закончил его в первый раз, я понял, что не выполнив на 100% весь объем задач тренера, поставленных тренерами, не выполнив его в той последовательности, в которой они их давали, я потерял очень большой пласт опыта, который мог сделать меня еще сильнее, развить меня еще больше. И именно поэтому я пошел на тренинг второй раз, чтобы закрыть те пробелы, которые остались после первого прохождения и, собственно, получить все те навыки, которых я сам себе поставил как цель. И поэтому я бы сказал, что самое сложное на тренинге – это быть последовательным. Просто брать и делать все задачи по очереди в той последовательности, в той очередности, которой они даны. Когда тренинг начал проявлять себя больше всего? Тренинг больше всего начал себя проявлять после второго его прохождения. Я второй раз прошел тренинг весной и начале лета 2016-го. И после этого, наверное, все лето тренинг, я бы сказал, укладывался у меня в голове. То есть это совпало по времени с большим таким, можно сказать, творческим перерывом в работе. И вот как раз к концу лета я понял, что все навыки, они как-то проинтегрировались через преподавательскую деятельность, через различные мероприятия. И вот с осени 2016-го года я понял, что я стал тем самым лингвистом, тем самым пролингвистом, сертификат которого получил. И вот именно тогда все навыки, они полностью проинтегрировались. То есть я стал себе напоминать какого-то, не знаю, ниндзя Джеймса Бонда, но вот без оружия, но с открытой улыбкой. Во сколько раз окупился тренинг? Я бы сказал, что тренинг начал приносить мне прибыль, даже доход. То есть уже как-то окупился и начал себя окупать уже в ходе прохождения этого тренинга. А я думаю, все время после даже первого прохождения он окупил себя, наверное, в десятки раз уже. На сделках, на переговорах, на тех возможностях, которые раньше я бы, наверное, просто упустил. Сколько денег дополнительно заработал, можешь сказать? Я думаю, относительно меня, как человека, который не проходил лингвистику, я, наверное, пару миллионов сверху уже точно заработал за счет тех навыков, которые, собственно, я приобрел на тренинге. Больше скажу, сейчас моя работа, то, чем я занимаюсь, это практически в чистом виде те навыки, которые я получил на тренинг. Какой совет можешь дать тем, кто будет проходить тренинг? Проходите тренинг. Проходите тренинг в полном объеме. Проходите его от и до. Не жалейте себя. Жалость к себе – это очень разрушающее чувство. И если вы не будете жалеть себя, если вы будете работать в плотной связке с тренером, если будете задавать ему вопросы, используйте возможность этого тренинга. По полной, до конца. И тогда любой отзыв, любой рассказ о прохождении тренинга будет для вас не просто словами, а действительно какой-то новой фантастической возможностью, новой дверью, наверное, в космос тех возможностей, которые вы раньше даже просто не видели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова